Погорельцы дома на улице Озерной, 16, получили первые квартиры. Многодетная семья и пожилая пара получили жилье из маневренного фонда поселка Искателей. Остальные семьи, по словам главы администрации рабочего поселка, получат ключи в течение недели. Однако, согласно жилищному кодексу, они положены не каждому Погорельцу. Да, вот это купили, но мою пенсию, которая осталась, только-только жить надо так уж как-то. Второй день Надежда Константиновна Репина обживает новую площадь. Однокомнатную квартиру в районе Вилладж. В новое жилье уже успели купить две кровати и телевизор. Кухонный гарнитур и стенку подарили неравнодушные на Ренмарцы. Наводить порядок и уют помогают сын и невестка. Предыдущие жильцы оставили квартиру, мягко говоря, не в лучшем состоянии. Но хозяева не унывают. Жилье временное и расположено на первом этаже. А для семьи с инвалидом это очень важно. На этой неделе получат жилье в маневренном фонде и другие семьи Погорельцы. Мы не будем уже опираться на ту норму, что там 6 метров квадратных, чтобы людям как-то облегчить жить. Хотя по закону мы должны давать 6 метров маневренный фонд на человека и все. Но будем как-то входить в положение и рассматривать вопрос более, чтобы было более комфортное проживание. Я понимаю, что есть и маленькие дети, и большие дети есть. То есть на одной площади тяжело будет жить. Согласно закону, жилье в маневренном фонде положено только тем, у кого сгорело единственное недвижимое имущество. Поэтому перед вручением ключей будет сделан запрос в Росреестр. Среди тех, кому муниципального жилья не положено, оказалась Юлия Талеева. Кроме сгоревшей квартиры на Озерной 16, у нее есть жилая площадь в городе. Однако там проживает семья сестры. Их жилье находится в аварийном состоянии. У них 18 квадратов, и пол проваливается. Стоит в очереди, стояла седьмая, потом пятая, а теперь уже 20 какая-то. Пятая или 20, 127 или 120 пересмотрели очередь. И вот она живет в моей квартире на Ленина 27 временно, пока что-то не решится в администрации. Решаю проблемы нашей семьи. И сестрам помогаю, и сама от этого, может быть, страдаю. Ну, а куда деться? Юлия может рассчитывать на материальную поддержку от округа в 50 тысяч рублей. Единовременная выплата предоставляется на каждого члена семьи, утратившей жилье. В отделении социальной защиты уже поступили заявления от семи погорельцев. А вот 100 тысяч рублей, опять же, полагается только тем, кто утратил единственную квартиру. Она предоставляется только собственникам, которые не имеют другого жилья. Это жилье для них было единственным. И если им не предоставлено маневренное жилье. Есть граждане, которые у нас сильно обратились за этой выплатой. Мы сделали запрос в Росреест для подтверждения, либо опровержения, что у них больше нет. После этого будет выплачено 100 тысяч. Получается, из 12 семей денежные выплаты и жилье в маневренном фонде получат не все. Им остается ждать новых квартир, которые будут построены специально для погорельцев.